Вот какую очередную грустную и страшную новость я сегодня прочитал. После спасения провалившегося под лед ребенка, восьмиклассник из поселка Климово Брянской области Даниил Мельник получил подарок от регионального отделения партии ЛДПР, в котором, среди прочего, был армейский сухой паек с испорченными продуктами. Мальчик рассказал, что женщина по имени Мария Шкляр, представившаяся координатором ЛДПР, связалась с ним и сообщила, что партия для него подготовила подарок в качестве благодарности за его геройский поступок. 25 февраля школьник встретился с членом партии, который не приставился и вручил ему рюкзак, констовары, тетради, часы, футболки, мяч, внешний аккумулятор с логотипом ЛДПР и этот самый сухой паек. При открытии этого сухой паека я ужаснулся, пишет мальчик. Спасибо партии ЛДПР за подарки, обещаю завтра вам все вернуть. Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок. Вот так решили отметить мальчика. Он, кстати, будет представлен к награде МЧС за спасение погибающих на водах. Я хотел бы обратиться конкретно к этому мальчику. В соцсетях почему-то подписан Даня Климов, а в информации, что зовут его Данил Мельник. Я не знаю, какой из этих имен настоящий, обращусь просто к нему по имени. Дорогой Даня, у меня есть сын, ему столько же лет, сколько тебе. Я приблизительно понимаю, как чувствует себя парнишка в этом возрасте и насколько это интересно получить армейский сухпаюк. Но это только начало сюрпризов, которые, скорее всего, тебя ожидают в этой стране, ведь тебе придется и служить в этой армии. Это не просто такой единичный случай. Может быть, ты этой темой не интересуешься, но вообще-то в этой стране, в которой ты живешь, ничего удивительного в этом нет. Заплесневевший сухпаюк – это еще так себе. А вот, например, в Ульяновском Суворовском училище двоих же сверстников заразили страшной болезнью – эхинококозом. Радио «Свобода» сообщило, что заболели 52 человека. При этом Министерство обороны, конечно же, открещивается и говорит всего лишь о 20 случаях. Родители суворовцев, у которых обнаружили эти кисты, должны были дать согласие на профилактику противогельминовым препаратам, который очень токсичен и дает много побочных эффектов. Ну вот, представь себе, что из-за ужасного питания в организмы молодых парней занесли вот такую гадость. Это паразитическое заболевание, вызываемое личинками ленточного червя эхинокока. Яйца паразита попадают в организм с зараженной пищей, водой или при контакте с некоторыми животными. Часто этим заболеванием страдают, например, пастухи или те, кто непосредственно занимается стрижкой овец. Ну, у них, как говорится, профессиональные риски. Но парни-то за что пострадали? Одна из матерей пишет следующее. У нашего сына нашли 4 кисты в легких. Он сейчас в Москве готовится к операции. Когда нам сказали про 4 кисты, мы ужаснулись. Но это оказывается мало. У других ребят просто ужас. У одного 23 только в печени, а еще 20 в поджелудочной селезенке. И эта дрянь в любой момент может на любом органе вылезти снова. Это действительно правда. Человека могут оперировать несколько раз в жизни и вытаскивать вот такие очаровательные грозди. Фактически заразив этих ребят этим червем, они их обрекли на ужасную жизнь. И понимание, что внутри тебя живет вот такое. А ведь родители готовили своих парней для военной карьеры. Вот что пишет еще одна мама. Понятное дело, что теперь наших ребят ни в один военный вуз не возьмет. Серьезные физические нагрузки им теперь противопоказаны. Источник заражения до сих пор не обнаружен. Или нам о нем не сообщают. Поэтому многие в растерянности. То ли дать детям доучиться в этом училище, то ли срочно переводить их в другие места. Лично я бы не задумывался, и я не понимаю, о чем еще думают эти родители. Да и вообще, о чем думают родители, кто в этой стране пытается своим детям помочь сделать военную карьеру. В стране, где в военном училище заражают червями, а сухой паек, который может получить солдат, например, в трехдневном марше, выглядит, как будто его только что вытащили из помойки. Ребята все время жаловались на питание. Говорили, что черви в еде попадаются, волосы, гвозди вытаскивали. Столы воняют грязными тряпками. Но, если честно, говорят родители, мы им не верили. Да, видели, нательное белье, которое им выдавали, оно было с дырками за шьем, и вроде бы ничего. Или ботинки, которые они получили, разваливались на ходу. И все равно в голове не укладывалось. Думали, что наши парни сочиняют. Это же элитное гвардейское училище, такого просто не может быть. Это до сих пор люди в этой самой стране, где 22 миллиона нищих, где пропавшей едой кормят в детских садах и школах, они до сих пор не могут в это поверить. Дорогой Даня, у тебя все впереди. Ты еще можешь многое в своей жизни изменить, в отличие от твоих родителей. Я бы на твоем месте не занимался бы ничем другим, а только бы выбрал для себя какой-то один иностранный язык и все последующее время посвятил бы только этому. Поставь себе цель. Ты хороший мальчик, у тебя хорошие порывы, у тебя хорошее, доброе, отчаянное и смелое сердце. Такого парня в этой стране загубят. Если не убьют, то отравят какой-нибудь гадостью или пустят куда-нибудь в качестве пушечного мяса для того, чтобы ты отстаивал их шкурные интересы. Жить в такой стране невозможно, но служить в этой стране для нормального человека неприемлемо. Беги из этой страны, парень. Беги как только можешь, куда только можешь. Ты молод, тебя примет какое-нибудь учебное заведение, только для этого тебе необходимо знать язык. У тебя еще есть несколько лет для того, чтобы его выучить. И ты забудешь все, что было в твоей стране, как страшный сон. Когда ты уедешь, ты сможешь и своим родителям помочь уехать из этой страны. Мой сын изучает четыре иностранных языка. Два основных и два факультативных. Он точно знает уже, чем он будет заниматься в будущем. И ему даже в страшном сне не мог бы присниться такой подарок. Если у меня еще будет время, я сделаю обязательно ролик о немецкой армии. Как и чем кормят немецких парней в немецкой армии и что им дают для того, чтобы они ни в чем не нуждались. Я имею в виду одежда, обувь. Какие деньги они получают за свою службу, на какие суммы они застрахованы. Если государство обеспечивает тебе нормальную, хотя бы достойную жизнь, такой стране можно служить. Если государство не в состоянии даже сказать тебе нормальное человеческое спасибо и подкладывает тебе вот это, я думаю, что никакие рассказы, никакие березы и никакие пейзажи не смогут закрепить в сердце человека такое понятие, как любовь к родине. Никто не имеет права требовать любовь и чувство патриотизма к такой стране. Это бесчеловечно, это безнравственно. Как написал один парень из Суворовского училища, «Мама – это не армия, мама – это ад. Если бы ты знала, что здесь, ты бы никогда меня сюда не отдала». Так что беги из ада, парень, беги и не оборачивайся. «Мама – это не армия, мама 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 – это